Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. В начале совещания традиционно о работе внутренних дел читался Евгений Романцев. Так, с неделю от жителей округа поступили более тысячи обращений. Кроме того, произошли более 200 дорожно-транспортных происшествий. Далее на совещании осветили работу жилищно-коммунального хозяйства округа. За прошедшую неделю, 28 февраля, в связи с аварийной ситуацией на питающей станции 309 Балятина, без подачи электроэнергии оказалось 354 абонента жилого фонда, 8 котельных, 2 КНС, 4 насосные станции. Алексей Бодров отметил, что в течение часа во время восстановительных работ подачу электроэнергии возобновили. Помимо этого, для очистки кровель от снега и наледи сформировали более 70 бригад. Также, по его словам, увеличили количество бригад для уборки последствий снегопада. Далее на оперативном совещании обсудили работу службы 112. В службу 112 за неделю поступило 3947 обращений по вопросам работы оказания скорой медицинской помощи, 1910 полиции и ГИБДД, 42 обращения были связаны с вызовами пожарных спасателей, 37 специалистов аварийной газовой службы. 27 февраля в областном доме правительства состоялось совещание, посвященное итогам работы системы 112 Московской области в 2017 году. При подведении итогов губернатор дал высокую оценку деятельности областной службы спасения. Глава округа также отметил высокий уровень работы Люберецкой службы спасения и вручил благодарность Виталию Богданову от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева. Наша служба 112 Люберецкая признана лучшей в Московской области. Это тот случай, когда человек на своем месте, вот Виталий Васильевич, очень кропотливо, вдумчиво занимается данной работой. Он этой работой живет и когда человек работой живет, идет в работу, у него всегда получится. По сути служба была создана с нуля, как и в целом по Московской области и вы добились таких существенных результатов. Также на совещании обсудили и вопросы спорта. О недельных итогах рассказал Владимир Сурков. Он отметил, что в рамках Кубка ГТО на территории округа прошла сдача нормативов. На прошлой неделе в них приняли участие более 300 школьников. Мария Лапчева, Мария Антонова, Александр Богданов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok